Начнется с обращения Владимира Путина. Луганская республика... Можно перемотать, пожалуйста, да? А то Путин, как обычно, опаздывает на стрим. Ждать его еще два часа, а у меня желания нет. Предков в Ходных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Бля, сядет довольный. Уже мечтает, скажем так. О, я сейчас там вот это вот, туда-сюда, бля, вообще балдеж сейчас будет, бля. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. А вообще у них все такие лица противные. Я как будто бы смотрю какой-то, знаете, фильм вот со злодеями. И вот знаете, в фильмах обычно злодеи, но выглядят как злодеи. Вот на них смотришь, они реально как злодеи, блядь. Вот это вообще пиздец, смотри. Ну реально. У них лица как у злодеев в каких-то фильмах. Самые натуральные, блядь, злодеи. У них даже на лице это написано. Мне интересно, у него, ну, над Путиным тоже какая-то табличка висит, где, знаете, загорается надпись аплодисменты. Потом она загорается, и они в этот момент начинают все хлопать. Потом она тухнет. Аплодисменты. Блядь. Спасибо за подарочные подписки. Нарвал, спасибо тебе большое. Спасибо. Он тут еще скажет, что якобы люди не хотят, как в США, про однополые отношения. Ты на Типа посмотри, который слева от Медведева сидит. Он на Вовле на из Гарри Поттера похож. Нет. Спасибо, спасибо, ребят. Спасибо, Люси, за переподписку. Люси Хертфитли. Я ебать, у тебя никнейм, конечно. И это, конечно, их право. Их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Повторю. Но если... Окей, ладно. Равноправие, значит. Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков. Те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались румянцев, суворов и шоу. Основывали новые города и китайские, которые и потемки. Здесь стояли насмерть. Блядь, ты чё, нахуй? Господи, чё со звуком? Мы всегда будем помнить героев русской весны. Те, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом. на Украине. Все, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. Это войны Донбасса. Мученики Одесской Хатыни. Хе-хе, кибать, подожди. Ля, сука. Сидит, блядь. Зевает ему, что засыпает. Это войны Донбасса. Мученики Одесской Хатыни. Жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Это добровольцы и ополченцы. Это мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко. Это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой. Это прокурор Луганской республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимугамедов. И все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Они герои. Герои Великой России. И прошу почтить их в память минутой молчания. Что-то я ссать хочу. Ну ладно, потерплю. Спасибо. Мне не привыкать. За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской. Ребят, минута, это образно говоря, как мы выяснили. На самом деле можно 10 секунд постоять и все. В областях наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее. Так, а теперь давайте чуточку посмотрим, что у нас здесь происходит. В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность. Обернулась национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну. Поставили народа просто перед фактом. Допускаю, что они даже до конца не понимали, чего делают. И к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет. Но это уже не важно. Советского Союза нет. Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому... Кто-то там усмехнулся жестко. Слышали еще раз? Да и России сегодня это уже и не нужно. Ха! Так, ну да! Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традиции, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое отечество. Долгие 8 лет людей на Донбассе подвергали геноциду обстрелам и блокаде. А в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Что, реально, что ли, взращивали ненависть к России? Что ты нахуй вообще сейчас сказал, блядь? Не, ну, безусловно, да, как бы российская власть своими действиями и правда на территории Украины, возможно, частично, да, взращивала ненависть к России, да, когда Россия делает такие вещи, которые там происходят, да, начиная с Крыма, ну, как бы, да, у кого-то и появлялась эта ненависть за счет того, что, собственно говоря, ты и твои подчиненные там вытворяли дело сейчас. Вот я был в Украине, я уже говорил, да, два раза тогда. Все было прекрасно. Вообще никаких проблем. Лично я не встретил. Будучи русским с российским паспортом. А вот сейчас, например, предположим, когда-то у меня появится возможность полететь в Украину. Вот сейчас я реально не знаю, что там будет. Скорее всего, я столкнусь с реальными проблемами, потому что я русский и у меня российский паспорт. Но для этого есть свои причины. Для этого есть свои причины, потому что когда российская армия, нахуй, вторгается, да, в Украину, отжимает территорию, убивает людей, понятное дело, что у людей по отношению к русским будет ненависть. И я уверен, что, скорее всего, теперь я с этим столкнусь. Но это хотя бы объяснимо. А вот ненависть со стороны россиян, и вот, например, как пропаганда вот эта, что там по телевизору происходит, да, что все там плохие, все хуёбы в Украине, там такие сякие, блядь, там на Западе такие сякие, этого я не понимаю. Он говорит про то, что там взращивали ненависть, а в России что ли эту ненависть не взращивают по отношению к европейцам, блядь, к украинцам и так далее. Ко всему Западу вообще, ко всему внешнему миру, да, что есть только Россия, и только мы там, и всё, и больше никто, блядь. А все остальные, ну, идут нахуй, всем остальным смерть, ядерный пепел. Это, блядь, типа заебись, как я понимаю, да, или это другое, наверное, я хз как-то ещё объяснить. То есть в таком случае тогда весь мир должен по логике товарища Путина также объединиться и напасть на Россию, да, потому что, ну, извините, там взращивают ненависть по отношению к Западу. Давайте мы им ответим по такой же, блядь, логике. Так вот, и как я уже и говорил, да, соответственно, если я поеду в Украину сейчас, ну, не сейчас, а тогда, когда всё закончится, дай бог, то вероятнее всего, да, я уже столкнусь с настоящей агрессией. От, я не знаю, от каких людей, например, там, на границе по-любому меня ебать будут, допрашивать, неприятные вопросы задавать. Я не знаю, там, с таксистом, например, вот я сяду в такси, У меня спросят откуда, я скажу, я из России Он скажет, ага, и может быть мне что-то неприятное скажет Такое возможно, потому что Не каждый украинец знает, кто такой Хесус И что я, например, там На протяжении всего времени сидел Поддерживал украинцев Они же не знают этого Они просто видят человека с русским паспортом А что такое русский теперь Скажем так С чем русский ассоциируется у людей Особенно у людей, живущих в Украине С агрессией И это хотя бы объясним Вот, поэтому, соответственно, не все меня знают Как Хесуса, и я думаю, что будут неприятные моменты Не знаю, приеду в отель Здравствуйте Здрасте Вы хотите к нам заселиться, да? Давайте паспорт Ага, ясно нахуй И так далее, короче, ну вы понимаете Теперь шо? Теперь все Как к тебе относятся в Америке? Да нормально ко мне относятся в Америке Здесь нет проблем, понимаете По отношению к русским Здесь всем похуй Какой-то национальности Тут люди в первую очередь Обращают внимание на То Какая у тебя позиция В первую очередь Что за уебище в чате? Не обращайте внимания Модераторы работают В поте лица Банят хуесосов Это нормально Модераторы Давайте импермачи Пошли нахуй отсюда, ватники Ваш рот ебал И срал туда тоже, кстати А вы к этому привыкли Что вам срут в рот В нос В глаза В уши Вот вам сегодня Среди три часа срали А вы рады Ещё Браво, браво Хочу ещё Конченая, блять Так вот И к чему мы в итоге пришли Так хуй его знает К хуйне какой-то мы пришли Хочу фекалии Конченая, блять Сейчас уже в ходе референдумов Киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителем Я хочу уточнить Может быть кто-то не понимает Ребят У меня нет Скажем так Вопросов к нормальным людям Неважно откуда вы Из России Из какой-то другой страны Блять, я не знаю, из Африки, Франции и так далее Как я уже говорил Например, в Америке, да К тебе не будут относиться плохо Если ты русский Здесь имеет место быть Твоя позиция И что ты думаешь Потому что Некоторым иногда кажется Что я какой-то жёсткий русофоб Ебать Я там против всех русских Против России и так далее Как страна Россия мне нравится Я люблю Россию как страну В данном случае Я выступаю против этой Ебанутой власти Которая эту страну Соответственно Буквально просто Закапывает В такое дерьмище Из которого потом Выбраться будет крайне тяжело Если вообще в принципе Возможно И у меня нет вопросов К нормальным пацанам К нормальным девочкам Да В том числе Если они русские Это не имеет значения Нет В смысле нет Ты шо охуел Блять Это не имеет значения Я сразу просто уточняю Да Потому что я не знаю Ну мало ли Люди меня неправильно сейчас понимают Они думают Что я тут сижу блять И всех русских нахуй посылаю Это не так Это не так К нормальным русским Вопросов никаких И я надеюсь Что у других людей Там и из Украины В том числе Такая же позиция Я против того Чтобы всех Под одну гребенку Блять Клали Это неправильно Так быть не должно Конечно же Нормальные русские Это какие Нормальные русские Это например Те кто не поддерживает Ту хуйню Которая сейчас происходит Те кто не поддерживает Нынешнюю власть Которая творит Сю эту хуйню Так все максимально просто В смысле какие Вот такие вот Я не знаю Ну Какие еще блять Вот такие вот Да Потом Шо лев против Причем лев против Он вообще уехал из России Хотя был патриотом тоже Честно не знаю Как к таким относиться Кто вот вроде тоже Да Бил себя В грудь Как обезьяна Блять Ээээ Там Россия вперед В итоге блять Россия теперь у него Почему-то позади Он уже уехал Как-то он обогнал Россию получается Да Россия вперед Но как-то ты оказался Эээ Так что она теперь Сзади тебя Ты куда блять Вернись нахуй Ты че Ммм Соболев вернется Бля ребят Это все какая-то хуйня Это какие-то сказки Знаете Вот именно сейчас Все эти блогеры Уехали И все как один Да Да я ты Да это я так просто Это я уже планировал Я так чисто На пару недель Я вернусь Че ж ты раньше-то не уехал Или позже Че вы все Одновременно Сейчас уехали И все просто так Вот именно сейчас Ну вот просто Вот так совпало Что все решили И все они просто Как туристы Куда-то отдохнуть Ха ебать Да это смешно Да конечно Он может быть вернется Но он сейчас уехал Он отсидится где-нибудь Посмотрит что будет Станет хуже или нет И тогда уже Взвесит Все стороны И вернется Возможно Да Безусловно Возможно вернется Но он сейчас посмотрит Как все да Сложится И Оп Как ты А при чем здесь я Понимаешь Я никогда не сидел И не говорил Что бля Вперед Давайте там Братья работайте Или как они там Работайте братья Бля Как эта фраза У зетников Очень популярная Я такой хуни Никогда не говорил Вперед Назад Короче Туда Сюда В итоге Уезжают Как то Ну Тоже Такое Лицемерие Какое то Спасибо большое Краер За 10 подарочных Подписки Спасибо тебе Огромное Сука Я сбился Блядь Чего я вообще Говорил Блядь Чего я вообще Говорил А ну вот По поводу Отношения К русским И так далее Смотри Да я смотрю Блядь Ну и все Вот и все Это я просто Как бы скажем так Вам Рассказываю о том Как я это все вижу Вы не думали Что я какой то там Конченый Русофоб И так далее Женщинам Работавшим В избирательной комиссии Запугил Репрессиями Миллионы людей Которые пришли Выразить свою волю Но Несломленные Вот чешет Миздец Чесать он умеет Это факт Рассказал свое слово Чесать он конечно умеет Стрет Только так Вообще Чтобы это Запомнили Все Люди Живущие В Луганске Донецке Херсонии Запорожье Становятся Нашими гражданами Это он сейчас про тебя О чем он там говорил Я просто извините Не привык слушать его Бред О это я Я хозяин Блять Киева Так Ну хорошо Я слушаю Давай Что ты хочешь сказать Давай Запоминаю Люди Живущие В Луганске Донецке Херсонии Запорожье Становятся Нашими гражданами Блять Я им соболезную Че могу Навсегда О блять Ты че так пугаешь то ну Псдец Хуел наверное Этим людям Теперь всегда Придется жить На территориях Которые никто Никогда не признает Это Аплодисменты Аплодисменты Году И вернуться За стол Переговоров Мы к этому Готовы Опачки Переговоров Захотел Нихуя себе А о чем разговаривать Я сейчас не понимаю Что Об этом Не раз Хочется Скорбить Но выбор Народа В Донецке Луганске Запорожье Херсонии Обсуждать Не будем Он Сделан Россия О чем тогда Говорить Булливерк Спасибо тебе большое За подарочную Подписку Лех Твои мнения Что делать с долбоебами Которые притворяются Что они якобы Не поддерживают Нынешнюю власть Чтобы их не Выпиздили С Америки И не только В Америке Они же Представляют опасность Ты веришь В процветание России Не сваря на весь ужас Нет конечно Никакого предстояния Не будет Пока есть Вот этот Товарищ Который нам Сейчас микрофон Рассказывает И соответственно Вот эти Вот его Вот тут Все кто сидит Пока все Они у власти Никакого предстояния Никогда не будет К сожалению Что делать с этими Людьми Которые Соответственно На лбу Рисвали Зет А потом Стерли Чтобы уехать Блять Я не знаю Ну проверять их Как то Я не знаю Не пускать их В те страны Куда они пытаются Убежать Проверять Ну я не знаю Можно ли каждого Проверить Да там Взять его телефон Зайти в телеграм На что он подписан Или у каждого Спрашивать Чей Крым Они же Порой не могут Даже нормально ответить Вон я видел Пару видосов В Казахстане Таких вылавливали И спрашивали Чей Крым Они К пук Блять Таких надо реально Обратно в Россию Отправлять Хули они там Вообще забыли Не можешь ответить До свидания Потому что Они реально опасны Блять Они реально представляют Опасность Потому что Не дай бог Если начнется Какая-то суета Например В том же Казахстане Да Что они могут сделать Да они могут Что угодно сделать Если там Не знаю Российская армия Ну решит Тут знаете Ну пару кусочков Казахстана Себе отжать И эти там Будут сидеть И начнут там Не знаю Диверсией заниматься Это конечно Ненормально Они не должны быть В Казахстане В Грузии Там или еще Где-либо Куда они бегут Они должны быть В России Пусть там и живут Если они это все Поддерживают Пусть они С этим и живут И сегодняшние Киевские власти Должны относиться К этому Сво У У Изъявление У людей С уважением Вы сами сказали Вы сами сказали Путь к миру Мы будем защищать Нашу землю Всеми Имеющимися У нас силами И средствами И сделаем все Чтобы обеспечить Безопасную жизнь Наших людей в этом великая освободительная миссия нашего народа обязательно отстроим разрушенные города и поселки жилье школы больницы театры музея для забавно будет сейчас отстроить все а украина потом вернет себе эти территории вот это нихуя себе пришли построили вернули восстановы будем развивать промышленные предприятия заводы инфраструктуру системы социального пенсионного обеспечения здравоохранения и образования конечно будем работать над повышением уровня безопасности вместе сделаем так чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа россии всей страны всех республик всех краев и областей нашей огромной родины еще блять спит вообще или он закрыт что это нахуй такое настолько срать на это все на эту речь его они сидят вот такие все у него там снятся яхты блять дворцы миллиарды долларов буквально засыпают уважаемые друзья коллеги сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам которые участвуют в специальной военной операции к воинам донбасса и новороссии к тем кто после войны до донбасса на месте мобилизации встает в ряды вооруженных сил исполняя свой патриотический долг кто сам по зову сердца приходит военкомат и хочу обратиться и к их родителям женам детям сказать о том за что сражается наш народ как она опять может выполняться все мыслишь научить смотреть на картину целиком критически мыслить научить бла 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 очевидно commission и приняв причина этой войны так подожди в смысле я на прошлой стремах уже говорил какие вижу я причиной вот как которые бы вот ты насрал вдруг такую посту какой я глупый я ничего не понимаю так ты лучше бы простобы такую пасту высрал. Например, своё мнение. Вот по твоему мнению, какие причины? Вот ты, что ты видишь? Давай только вот без хуйни про НАТО и нацистов, пожалуйста. Пожалуйста. Слушай, эта телега уже заебала, честно. Вот уже настолько тошно эту хуйню выслушивать. Вот если у тебя есть какая-то другая позиция более адекватная, да, а не вот эта выдуманная залупа из телевизора, то напиши. А то, блядь, вот это вот меня, если честно, уже заебала ваша хуйня. Какой враг. Нам противостоит. Кто бросает мир в новые войны и кризисы, извлекая из этой трагедии свою кровавую выгоду? Наши соотечественники... Ебать. Себе же в ногу стреляет, он сейчас про кого? Наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего единого народа своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они по сути просто сбросили маски, проявили своё истинное нутро. После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придётся мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да, это почти произошло. Мы же помним 90-е, страшные 90-е годы. Голодные, холодные и безнадёжные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире. Особенно окрепли кошельки сидящих товарищей вот в этом зале. Так окрепли, что прям пиздец. При этом Запад всё это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам. Заебался с Западом уже, господи, блядь. Запад, 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 блядь. Так вы и помогали в таком случае Западу, если под твоей логикой мысли. Разваливали страну только так. То есть он теперь всю вину, блядь, на Запад пытается переметнуть. Ну, оказывается, это Запад пытался. Это не мы, мы вообще ничего не делали. Мы так чисто сидели и всё, а Запад это самое разваливал. Да, я не удивляюсь, если, знаете, ну, через какое-то время он реально что-то рассказывает, что, блядь, Абэма ходил по подъездам. И лампочки, блядь, разбивал, да, соответственно, ссал где-то в углу. Ну, это же вообще пиздец. Им просто не даёт... И люди в это поверят. ...есть такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке. Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктатора. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия – ренту гегемона. Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересом отвечает тотальная бесуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам. Попытки подорвать неподконтрольные... Агрессия к независимым государствам. WindowCleaner, спасибо тебе большое за переподписку. Агрессия к независимым государствам. А то мы и видим, какая у Запада агрессия к независимому государству. К Украине, например. Это прям ненависть пиздец. Блядь, это какой-то сюр, нахуй. Он говорит все то. Точнее, обвиняет Запад в тех вещах, которые сам же, сука, делает. Он буквально читает биографию при себя, но как бы словом «Запад» заменил свою фамилию. То есть, вот возьми просто слово «Запад» и поменяй на слово «Путин», блядь, вот получится та самая правда. Но он убрал Путин и поставил Запад. И теперь говорит буквально то, что делает сам, но обвиняет в этом Запад за чем-то, блядь. Пиздец. Я вообще в шоке, нахуй. ...экологического развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов. Правящие верхушки одни государства добровольно соглашаются это сделать. Добровольно соглашаются стать вассалами других покупают, запугивают, а если не получается, разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных искорёженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Да им всё равно, лишь бы получать свою выгоду. Хочу ещё раз подчеркнуть, именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть. И есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный запад ведёт против России. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонии, хотят не равноправо... Сильвер, спасибо тебе за донат. Так ты за запад получается. Получается, да. Я же на западе, значит, я за запад. За-за-за-за-запад. Ой, да. ...сотрудничества, а грабежа хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза наша... Так ты... Ты так и будешь эту пластинку ставить про воровство и т.д. без подкрепления своих предложений какими-либо пруфами. Ты либо говоришь, что это твоё мнение изначально, либо подкрепляй информацию пруфами. То есть, подожди, ты сейчас хочешь сказать, что всё то, что есть в открытом доступе касаемо всяких там вот этих вот, соответственно, моментов, да. Кто что наворовал, там, кто что имеет, все эти яхты, дворцы, которые стоят миллиарды долларов. Это всё враньё. Это не пруфы, это всё хуйня, соответственно, да. То есть, я бы сейчас мог сказать, ну, посмотри видео Навальному. Чё ты скажешь? Да, Навальный, бля, либераха, ёбаный рот, бля. Да, Навальному там, ему Америка платит, госдеп и так далее. Ты, скорее всего, так мне ответишь. Для тебя Навальный это не авторитет. Понимаешь, и те видосы, и те разоблачения, для тебя это тоже всё хуйня, это всё фэк, это всё фэйк. Так в таком случае, ты мне скажи, пожалуйста, какие тебе ещё пруфы нужны. Ладно, тогда ты мне дай пруфы того, что говорит Путин сейчас. Давай, покажи мне все эти пруфы про Запад. Я тоже хочу увидеть в таком случае. Ну, с моей стороны, вот пруфы такие. Если тебе этого недостаточно, я не знаю, что тебе ещё нужно. Я не знаю, что тебе ещё надо, бля. Если ты буквально у себя под носом не видишь дерьмо и даже его не чувствуешь, мне кажется, с тобой просто бесполезно разговаривать. Всё, что ты и тебе подобные могут написать в чате, это бля, хуйня несёшь. Как уж ты хуйня несёшь. Вы вообще ничего не несёте. Вы даже по факту ничего мне объяснить не можете. Всё, что у вас есть, это хуйню несёшь. Ебать, хуйню несёшь. Хуйню несёшь. Хуйню несёшь. Так и всё, блядь. Это всё, что вы можете сказать. Потому что сами вы не можете ответить. Объяснить. О, блядь, сидим, наблюдаем кучу спящих людей. Он спит, блядь, этот спит, блядь. Все уставшие, все, я не знаю, все спят. Всем вообще похуй, что он там несёт. Все и так всё прекрасно понимают. Вот эту лапшу на уши, блядь. Пришли сюда чисто как актёры. Посидеть, просто похлопать. И бать хуйню несёшь. Вам дали, блядь, условную победу, а вы и рады. Вы ещё потерпите чуток. Ещё очередные 8 лет. Посидите, блядь. Погордитесь этим государством, этой властью, которая принесла вам новые территории, от которых вообще никакого толку, блядь. Вот лично вам с этого что? Да нихуя. Мы, блядь, живём в современном мире. В 2022 год вроде. Эти, блядь, территории захватывают и гордятся этим. А, ебать, смотрите, мы стали ещё больше. А и что, нахуй, дальше-то? Мысль и философия. Поэтому и покушают на наших философов. Наша культура для них представляет опасность искусства. Поэтому пытаются запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза. Конкуренция растёт. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам. Значит, их предводитель, да, говорит, запад такой, запад сякуй. Ну, у каждого, кого вы сейчас видите на экране, у каждого дворцы на этом самом западе. У каждого там эти ебучие яхты, где на западе, блядь. Где в Европе, в Америке, у всех у них там недвижимость, блядь, дома. Все они почему-то на западе закупаются, блядь. Все они свои там деньги наворованные отправляют туда. Ну, сейчас, конечно, уже не у всех, потому что, ну, естественно, блядь, отжали. Но, тем не менее, всё то время, сколько они существуют, всегда они почему-то на этом западе, блядь, хранили свои деньги. Все они почему-то все свои вот эти вот дворцы строили там. Как так-то, блядь? Это же запад. Там же злость. Там же ужас. Там же пиздец. Какого хуй вы туда все лезете? Чё вы в России-то всё это не делали? Почему туда? Почему там в таком случае? Почему ваши дети, блядь, учатся на западе? В Европе, в Америке? Почему ваши дети, блядь, не живут в России? В процветающей стране? Почему они так же находятся на западе, блядь? Чё за хуйня вообще? Это ж, сука, такой бред. Это такой бред. Это такая хуйня вообще. В этом абсолютно нет никакой логики. И дебилы, блядь, сидят и верят во всю эту чушь. Представляют мне, что я хуйню несу. А он что, несёт, блядь? Ни хуйню разве? Это ж вообще даже не складывается никак. Это вообще пиздец. Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз развивались о мужестве и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией. Мы сейчас защитим и наши ценности, и нашу родину. Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук. Да, собственно говоря, всё исходило с рук до сих пор. Соглашение в сфере стратегической безопасности летит. Реально, как будто бы зеркально говорит о себе. Договорённости, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами. Твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились их. Наши прежние руководители обернулись грязным обманом. Договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны. Только и слышим со всех сторон. Запад отстаивает порядок основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой. Привет, Запад. Фокс, привет. Спасибо тебе за 500 рублей. Сплошной обман. Двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано просто. Россия, великая тысячелетняя держава, страна цивилизация. И по таким подтасованным фальшивым правилам жить не будет. Страна великая, безусловно. Но как можно было все это величество проебать? Вот так вот, это конечно... Это надо было постараться. Путин молодец. Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет. Кто его не достоин. Почему он так решает? Блядь, про себя же говоришь, нахуй, алё, кто как... Что ты... Кто им дал такое право? Не понятно. Кто тебе дал такое право? Не понятно. Реально, блядь. Вот почему у них дикую злобу выбор людей в Крыму. Пиздец, Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе и демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда. Западные элиты отрицают не только национальную суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеизма. Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки, страна изгоя, авторитарный режим уже готовы. Они клянят целыми народами и государствами. И в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет. Западные элиты, какими были, такими и остались. Колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народа на первый и иной. Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм, расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру? Чем, как не расизмом, является безапелляционный убежденный Запада в том, что цивилизация, цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира. Кто не с нами, тот против нас. Странно даже всё это звучит. Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты перекладывают на всех остальных, требуя и от граждан своих стран, и от других народов повиниться за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения, например, за период колониальной захвата. Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику ещё в период Средневековья. А затем последовала мировая работорговля, геноцид индейских племён в Америке, разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был бы внушен открыть свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали достающую охоту на людей, как на зверей. Это противно самой природе человека. Правде, свободе и справедливости. А мы, мы гордимся тем, что в 20 веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезнь. Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя... Какой русофобия, блядь? Я вообще не понимаю. Да все хуйни, которые сейчас происходят, сколько я был на Западе, в странах Европы, блядь, вообще никогда с русофобией не сталкивался. Он это рассказывает людям, которые никогда... Ну, большинство не были никогда в Европе, в Америке уж тем более. Кто там телек смотрит, соответственно, да? И они, ну, скорее всего, конечно, они поверят, они думают, наверное, ну, там на Западе, наверное, вообще, прежде жесткая хуйня, наверное. Там, ну, реально, если ты русский, с русским паспортом, все тебе конец. Они, вероятнее всего, ну, поверят в это, конечно, да? Но никогда ничего подобного не было. Он про политику веет в виду, а не людей. Ну, Побрать в период колониальных захватов заставили европейцев вести торговлю к взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось... Сука, сколько я уже человек запанил на... Спасибо большое. Привет, Фесс. Чекни мой донат, и я там описал, как я дорожу своими ватниками за 150 рублей. Заданил 150, так как купил себе яхту на последние бабки. За бабки 144 кака людей. Ты приколись. Вадолбай бы. Хехе. Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. То есть, несогласных с тобой ты приписываешь к плохим. А как же выражение собственного мнения и т.д. Ты же в США, где свобода слова? Ой, бля. Смотри, я тебе скажу так, дружок. Я уже отвечал на этот вопрос много раз. Что в твоем понимании те люди, вот как, что это за люди, которые не согласны со мной? Ну, для меня, например, как я это вижу, да, соответственно, я против того, что сейчас есть, а те, кто, соответственно, против меня и против моего мнения, соответственно, они за то, что есть сейчас. Как это еще в твоем случае должно работать? Для меня те люди, у которых все не так однозначно, это те люди, которые, соответственно, эту хуйню всю поддерживают. Потому что что в этом может быть неоднозначного? Объясни мне. Что у тебя неоднозначно? Что ты считаешь? Мы же обсуждаем не какое-то аниме ебаное или комиксы, да, где все может быть неоднозначно, где может быть какая-то середина, да, тебе нравится, а мне, например, не нравится. Ты мне можешь объяснить, почему это аниме заебись. Я тебя выслушаю и, возможно, поменяю мнение, соглашусь с чем-то, с чем-то не соглашусь. Но в данный момент времени, когда война, когда погибают люди, да, когда есть агрессор, а есть страна, которая защищается от этого агрессора, где-то там увидел середину. В данной ситуации, да, есть черное, есть белое, есть плохое, есть хорошее. Все. Я занял хорошую сторону, ты на стороне плохой. Если ты, соответственно, мне что-то предъявляешь, да, и ты против моего мнения. Значит, ты на плохой стороне. Все. Все как бы просто, наверное, нет? Максимально просто. А что нет-то, блядь? И чем это отличается от аниме? А когда Америка убивала в Ираке, и в других странах? Все аналогично, что сейчас происходит, ты осуждаешь ее? Все цело. Конечно же, осуждаю. Конечно же, не поддерживаю. Блядь, что ж вы нахуй не сидите на моих стримах? Я уже тысячу раз на вот эти вот предъявы по поводу Америки отвечал. Ирак и так далее. Конечно же, я осуждаю, друг. Я и Россию тоже осуждаю за другие такие же конфликты, понимаешь? И в Сирии, и в Чечне, и так далее. Что ж ты на Америку-то все сразу начинаешь прыгать? Блядь, это тоже очень забавно. Типа, ну вот смотри, Америка вот такое говно делала. Вот такое, такое, значит, да, вот такие вот плохие вещи. У нас что, блядь, соревнования, кто сильнее замарается в дерьме или что, обмажется этим дерьмом сильнее? Мы же вроде как бы, ну, люди-то здравые, да? Люди-то вроде как бы должны быть адекватными. А ты когда такое говоришь, как бы в пример, да, противопоставляешь Америка, ощущение такое, что у нас типа соревнования. Ну, давай, вот мы, соответственно, вот видишь, а помнишь Америка? И вот и мы сейчас, соответственно, да? То есть соревнования, кто сильнее вымажется в дерьме? И кто сильнее будет вонять? Это хуевое какое-то соревнование, ну, это полная хуйня. Что за бред? Восстание, хуйня. Восстание, 1917 года, не удалось. До богатств России Запад сумел дорваться, все-таки сумел дорваться в конце 20 века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к колонии. Из страны выкачали триллионы долларов По самым разным схемам. Мы, если это всё помним, ничего не забыли. И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в Херсоне и Запорожье высказались за то, чтобы восстановить наше историческое единство. Спасибо. Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народу свободу и демократию. Всё с точностью да наоборот. Вместо демократии подавление. Деду так в мозге насрали, он смотрит и говорит однополярную точку зрения. Вы заебали, блять. Вы со своей однополярностью заебали. Вот каждый, кто срёт эту хуйню в чате, что у меня такое-то мнение, однополярное, блять, и другого нет. Никто из вас мне так и не объяснил, какое у вас мнение, какая у вас точка зрения, что вы видите. Каждый ебанат, который высирает эту хуйню. Вот ты сейчас пишешь, да? При этом не принимая другую точку зрения. Да ты напиши свою точку зрения. Вы заебали мне предъявлять за одно и то же. Вы все такие умные, нестандартные, все такие дохуя, я не знаю, блять, начитанные. Но объяснить-то не можете. Лишь только предъявить что-то, а объяснить нет. Оскорбляю подписчиков, которые говорят, не похожие на твои аргументы. Так вы не говорите аргументы, блять. Вы лишь обвиняете меня в том, что у меня какая-то вот однополярная точка зрения. А свою точку зрения вы не высказываете. У вас только одно. Иди нахуй. Чё несёшь? Хуйню несёшь? Ебать, чё несёшь? Всё. Это всё, блять. Это всё, что я вижу. Чё несёшь? Хуйню несёшь? Мне насрали в моз... Кто мне насрал, блять, в мозги? Я вообще не понимаю. Ты сейчас скажешь, блять, ну ты смотришь Кацава, Рламова, вот они тебе в мозги и насрали. Кто же уже отвечал, блять? У меня моя позиция, она образовалась, блять, в первые секунды. Когда всё только началось ещё с 24 февраля. Давай, скажи. Ну вообще-то 2014 год, блять, 8 лет где был? Где-где был? На Твиче стримил. Чё-то не помню, чтоб мне кто-то тогда в мозги срал. И начиная ещё с того момента. Понял? Когда мне успели насрать? А вам успели насрать? Потому что такие, как ты, например, я же помню, чё было первые две недели. Тоже уже отвечал кучу раз. Не было долбоёба в чате. Никто не сидел и не писал о неоднозначности, понимаете? Все тогда вроде как придерживались одной точки зрения. Что это плохо, это какой-то пиздец, и это просто хуйня. И то, что происходит, так быть не должно. Все придерживались одного мнения. Я это помню. Первую неделю или первые две тишина в чате была. Потом, соответственно, появились блогеры. Известные, популярные. Которые начали вот эту свою методичку отрабатывать. Об неоднозначности. И по телевизору это началось. И на ютюбе это началось. Всё, понеслась. И вот после этого появились вы. Сюда пришли. И начали доказывать, что не всё так однозначно. Вы где были первые две недели? Как вот вы нам предъявляете за 8 лет, ну а где вы были тогда? Почему вы тогда ничего не писали, а тут вдруг вылезли? При этом обвиняя меня, что мне насрали в мозг. Вы же сами говорите чужими словами. Это не ваши слова. Вы не сами, скажем так, пришли к этому. Вы просто послушали кого-то. Посмотрели какого-то блогера. У которого всё не... Ай, как... Ай, как непросто, скажем так. И всё, и теперь вот думайте, что всё так вот, как есть. Как вам говорят. У тебя одно полярное мнение. Да ёбаный свет, блядь. Модераторы, работайте. С треймеру долгой жизни. Сильвер, пассив за тысячу. Один рубль и одну копейку. Нет. Ведь ты полностью игноришь то, что Запад с помощью Илона Маска уже давно зак... Ясно нахуй. А можно посерьёзнее, пожалуйста? Еба, он сидит умное лицо делает за клавой. Выйди на улицу, пообщайся с русскими пацанами. Ёб твою мать. Нет, под аргументами я не имел в виду угрозы, блядь. Иди, ёбта, выйди. Давай поговорим, бля-бля. Решим вопрос, ёбта. БЫЙ. БЫЙ, блядь. Худю несешь, бля? Я думаю, что примерно то же самое Меня бы ждало, если бы я был в России Меня просто бы отхуярили и все Потому что по-другому-то никак Чисто силой вопросы решаем Ну, вот и мы видим Других вариантов-то решить вопрос нельзя Послать нахуй или решить вопрос Физическим путем Вбить в голову Перенудительно Ту или иную позицию А как еще это должно быть? Чел продавал старые компы Хоть как-то пытался Пытался подняться А тут правительство заносит ему гроши Приятные Поэтому он и старается и делает это Ай как просто Да не, я не обвиняю Стаса в том, что он получает деньги из Кремля Я не думаю, что ему реально кто-то платит за это Всякое может быть Предположение и так далее Но я думаю, что у него реально такое мнение Оно искреннее и настоящее Он реально в это верит и реально так думает Прикол лишь только в том, что Как я помню Кто мне там говорил? Там много кто говорил, что ебать Я нихуя себе резко стал политиком, да? Раньше типа политику не стримил 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 В определенный момент, когда какая-то суета начинала Всегда освещал различные вот эти вот происшествия Что в Беларуси тогда, когда митинги были Что в России, когда митинги были Вот А Стас тот же, например, да? Всегда записывал видосы у нас В основном про технику Сейчас он вообще про нее забыл И все видосы о политике И они набирают много просмотров Тут даже дело не в том, что кто-то ему платит там Кремль или еще кто-то Просто потому что Ну, во-первых, эта тема, она набирает просмотры И она выгодна в этом плане, да? Что он с этого зарабатывает реально До хуя До хуя ли он денег? Не только за счет просмотров Еще и бусти и так далее Флаг ему в руки То есть, ну Он принял ту позицию, которая ему и в том числе выгодна, конечно же Я поддерживаю позицию России по поводу того, что они забирают территорию Ибо там много ресурсов А это деньги Да, плохо, что гибнут люди И мой брат родной там Я люблю свою родину Я люблю Россию И вижу, что все идет немного не по плану Ибо нужно было внутреннюю экономику наладить А потом начинать войну с Украиной То, что делает Запад, мне глубоко похер Американская или европейская политика, мне давно понятна Я ее не поддерживаю То есть, при этом ты поддерживаешь политику России, да? По отжиманию территории для того, чтобы сосать оттуда ресурсы И накачивать карманы губернаторов, депутатов, друзей Путина и самого Путина То есть, вот как, да? То есть, ты сейчас говоришь, что типа, вот я за родину и так далее Но ты сам-то же из этого ничего не получишь, как гражданин Нихуя А лишь потеряешь Потому что, если я не знаю, платишь ли ты налоги, да? И куда они в итоге пойдут Это пиздец, чел Эксплуатация Вместо свободы Порабощение и насилие Нет, да, блядь, муха, едино Есть однополярный миропорядок по своей сущности Антидемократичен Он долго будет пиздеть, я не понимаю Он жив и лицемерен насквозь США единственная страна в мире Дважды применившая ядерное оружие Уничтожив японские города Хиросиму Блядь, да ладно, ты серьезно, что ли? Нет, ну так-то по факту, конечно, да, но Это вот как то же самое А США на Ирак нападали А он такой Ну США дважды оружие ядерное применяли Поэтому как бы у нас теперь тоже есть возможность Ну как минимум два раза ебануть Хотя у нас соревнования, кто хуже, соответственно, как я уже говорил Да, кто будет сильнее вонять, значит три раза можем Теперь Если США так делали, давайте тоже ебаним Кстати говоря, создали прецедент Напомню о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости Во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города И это было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости Цель была только одна, так же, как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии Запугать и нашу страну, и весь мир США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама Варварскими ковровыми бомбардировками, применением напалмы и химического оружия А Мариуполь, ребята, это другое Вы просто ничего не понимаете У вас однополярное мышление Вот Фактически оккупируют Германию Японию, Республику Корею Да и другие страны И при этом... Да и вообще, что вы стрелки-то метаете? Нихуя не по факту, там Япония была агрессором, нападала и захватывала другие страны, в том числе и США Боевали миллион человек Иди нахуй Это другое Сценично называют их равноправными союзниками Послушайте Интересно, что это за союзничество такое? Ну весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят Первым лицам этих государств устанавливают подслуживающие устройства Не только в служебных, но и в жилых помещениях Это настоящий позор Позор и для тех, кто это делает И для тех, кто как рабы, молча и безропотно глотает эту хампу Применять язерку? Да нет, конечно, блядь, это полная хуйня Конечно, США те еще хуесосы, скажем так Со своей политикой Никто же не говорит, что они идеальные, прекрасные и так далее Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих вассалов Они называют евроатлантической солидарностью Разработку биологического оружия, оплотанная джимыми людьми В том числе и в Украине благородную милицию Я, конечно, понимаю, вы привыкли к тому, что если ты там, живя в России, критикуешь власть И вас сразу за это за яйца хватает Здесь немного по-другому это работает Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом Они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск миграционных потоков Миллионы людей терпят лишения, издевательства, гибнут тысячами Пытаясь добраться до той же Европы Вот вывозят сейчас хлеб из Украины Куда он идет? Под предлогом обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира Куда идет? Да все идет в те же европейские страны Там 5% только ушло в беднейшие страны мира Опять очередное... Бать, что с челом на фоне? Это пиздец Смотри, он не может глаза открыть В беднейшие страны мира Опять... Почему они сидят и спят? Это вообще какой-то трэш Очередное надевательство и прямой обман Американские элиты, по сути, используют трагедию этих людей Для ослабления своих конкурентов Для разрушения национальных государств Это касается и Европы Это касается и идентичности Франции, Италии, Испании Других стран многовековой истории Вашингтон требует все новых санкций против России Требует все новых санкций против России И большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются Они же ясно понимают, что США Продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей И других ресурсов Ведут дело практически в деиндустриализации Европы К тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок Аргумент! Настя, игноришь мое сообщение Посмотри, заявление представителя России Совбези ООН от 27 сентября То есть, серьезно Ты мне предлагаешь посмотреть Заявление представителя России И преподносишь это как аргумент? То есть, серьезно, да? Окей Получается, тебе любую хуйню насрут Представители России А для тебя это будет аргументом Хорошо, я тебя услышал Все они понимают, эти элиты европейские Все понимают Но предпочитают обслуживать чужие интересы Это уже не логийство А прямое предательство своих народов Пипец, он конечно это Бог с ними Это их дело Вот это речь Пипец, я не знаю Они перешли к диверсиям Невероятно, но факт Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока А ясно Которые проходят по дну Балтийского моря Фактически приступили к уничтожению Общеевропейской энергетической инфраструктуры Всем же очевидно, кому это выгодно Кому выгодно, тот и сделал, конечно Кому это выгодно? Диктат США строится на грубой севере Кому это выгодно? Кому выгодно ебануть эти трубы? Потоки северные Подожди, кому это выгодно? Честно, я не знаю, кто это сделал Блядь, зачем, для чего С какой целью, как бы И в чем выгода в данной ситуации На кулачном праве Бывает красиво обернуто Бывает без всякой обертки Но суть одна и та же Кулачное право Отсюда развертывание и содержание сотен военных баз Во всех уголках мира Решение НАТО Попытки сколотить все новые военные альянсы Такие как Аукус Чтобы РФ не шантажировали потоком Идет активная работа и над созданием Хеленополитической системы Да, блядь, я понял, они там все Ну не все, но реально спят Это нормально Все те государства, которые я благо Блядь Тогда буду сыт и доволен Да, спасибо тебе за тысячу рублей Спасибо Спасибо Ну он заебал Я просто не думал, что он так долго будет базарить Типа реально А тут столько навалил Разряд врагов Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО Требующие ни много ни мало тотального доминирования Свои неоколониальные планы западные элиты преподносят так же лицемерно Даже с претензией на миролюбие Говорят о неком сдерживании И подобное лукавство Подобное лукавое слово Качует из одной стратегии в другую А по сути означает только одно Подрыв любых суверенных центров развития Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана Полагаю, что на очереди и другие страны Любой против войны, но ведь люди гибли на Донбассе У меня много товарищей оттуда, которые прошли Вот мы Украина, да нет, мы не хотим быть Украиной Это было после того, как по ним прилетело от украинской арты Все это ужасно, что делать в такой ситуации оставалось А твои товарищи вообще в курсе, что весь этот конфликт на Донбассе Спровоцировала и начала Россия, например Или нет, или они не в курсе, или они не знают Ты знаешь, у меня тоже есть, ну, несколько знакомых на Донбассе И они, например, говорят другое Расскажи мне давай, что ты еще мне расскажешь Страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока А также нынешние партнеры и союзники США Ну мы же знаем, как чего не понравится Они против союзников вводят санкции То против одного банка, то против другого То против одной компании, то против другой Это же практика и будет расширяться У них под прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи страны СНГ Вместе с тем, Запад явно и уже давно выдает желаемое за действительное Так затевая санкционный блицкрик против России Они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде построить весь мир Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех Разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений Блять Большинство... Я уже заебался это, слушай, честно скажу Чего нахуй Ааа Конец, посмотри Да, 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 я хочу концовочку заценить Да, приперлись, ряженые Будущие губернаторы непонятно чего вообще Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Ушилин Ага, Душили Глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник Глава Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий Понятно Сос Сос Продожди, ща И образование в составе Российской Федерации Новых субъектов Исполняется государственный гимн Российской Федерации Исполняется государственный гимн Российской Федерации Россия! 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 Чё? А! Понял Россия! Это реальное время лайв, первый и главный стрим Татарстана Ну что, мы посмотрели с вами обращение Хес, вот это выступление лучше посмотри Пиздец Не, ну для ватников, скажем так, далее мы Лишний повод нажраться, например У них праздник сегодня Сейчас там все за Россию Поднимают рюмочку Так что, да Президент России будет ли какой-то военный? Ладно А где там Митинги у Кремля Просто здесь этого не будет Я так понимаю, это какие-то другие уже совершенно видосы Пролив воздуха Чё такое? И по моей команде на счет три Раз Два Три Ура! 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 Пролив... Это шо вообще, блядь, такое нахуй? Пиздец А чём в этот раз слезу не пустил? Просто помню, тогда он выдавил Когда Крым отжали В этот раз, походу, не получился Веселый Ра-ра-ра, бич Трясаю задом и задом Блядь Воздуха И по моей команде на счет три Раз Два Три Ура! Блядь, нахуй Так, окей Ну шо еще Шо еще есть веселого? Эхм Блядь! Продолжение следует... Редактор субтитров — Симон Двух Двух Двух